Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами говорим о занятиях для развития письменной речи, о заданиях для развития письменной речи. Я хочу поделиться с вами некоторыми очень простыми идеями, которые хорошо у меня заходят для тренировки письма. Потому что иногда бывает так, что письмо как-то пропускаешь. На занятия, на него жалко тратить время, на домашнее задание ничего хорошего придумать не можешь. И знаешь, что ученики не очень любят такие задания выполнять. Ну и как-то все время письменная речь остается не у дел. Я в последнее время стала регулярно вводить в свою практику какие-то задания на письменную речь, давать их студентам. И периодически мне попадаются действительно хорошие задания, которые не требуют от меня большой подготовки, но дают студентам какой-то большой плюс. Ну, например, из последнего, то, что я нашла и то, что в моем случае прекрасно работает, это написание дневниковых записей от лица какого-нибудь персонажа. Я достаточно часто провожу курсы по фильмам, достаточно часто смотрю потом с группами материалы из этих фильмов. И вот прекрасное задание на письменную речь, которую вы можете дать домой после того, как вы разобрали и посмотрели с учениками эпизод, может звучать следующим образом. Write diary entries from the character's perspective. Смотрите, чтобы было понятно. Допустим, вот сейчас у меня идет мультфильм Верл. Я его буду потом использовать со своими детьми в школе. И как вариант задания на домашнюю работу у нас будет «Опишите этот день так, как будто Карл, главный герой мультфильма, сделал о нем записи в своем дневнике». Или «Опишите этот день так, как будто Рассел сделал второй герой мультфильма, маленький мальчик Рассел, сделал записи об этом в своем дневнике». Отлично получается задание. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, это все-таки задание творческое, а с другой стороны, оно не требует большого напряжения, потому что конвол событийный. Наши ученики знают, им не надо ничего придумать. И надо просто взять и описать. Еще один очень удачный формат работы, который пробовала недавно, это создание туристической брошюры. И это прямо такая интересная форма работы, которая может быть долгоиграющим проектом. И вообще заданием не на одно занятие, потому что я пробовала такую работу давать в группах, и в этом году хочу повторить ее со школьниками. Но в школе у меня такая форма работы займет несколько уроков. Что мы с вами делаем? Мы подбираем несколько туристических брошюр, приносим их на занятия, показываем студентам, читаем вместе, разбираем, какая в них есть информация, какие вообще плюсы и минусы у той или иной брошюры. Кажется ли она интересной, кажется ли она достоверной. Воспользовались бы вы такой брошюрой, если бы вам нужно было получать информацию о городе и так далее. После этого мы предлагаем студентам разработать свой план брошюры для либо родного города, либо для города, который бы им очень хотелось посетить. Для родного города вообще получается отлично, потому что потом можно это использовать в самых разных форматах работы. Нам пригодится это и в ОГЭ, где иногда бывают вопросы, когда надо рассказать о своем городе. И в ЕГЭ это пригодится нам, если нам действительно вдруг придется встречать кого-то из иностранцев из себя в городе и водить. Значит, начинаем мы с того, что мы поручаем ученикам, теперь после прочтения брошюры и их анализа, составить свой собственный план. Как будто вы планируете приглашать людей в свой город, и вы должны им приготовить брошюр. Что можно показать туристам и что туристов привлекает. Дальше постарайтесь, пожалуйста, к списку, который вы составите, добавить описательные детали. Но уже потом соедините части в одно целое. И если это делать проектом, то обязательно попросите кого-то из группы еще и добавить картинок, сверстать так, чтобы у вас была готовая брошюра. Это, кстати, замечательный вариант, особенно на проектную деятельность в школе. И еще один очень хороший вариант, который у меня тоже заходит очень легко, и я думаю, что вы все такое тоже делаете, это вариант, который называется «Story starters». Вы готовите 4, 5, 6 предложений, каждое из которых может являться началом истории. Допустим, смотрите, я отдаю карточку, а на ней вот такое предложение. «As Sarah opened the mysterious box, she could believe her eyes». И дальше пойдет какое-то повествование. Нашим ученикам надо будет это повествование придумать. Здесь самое важное – это придумать интересную начальную фразу. Но здесь нам с вами отлично помогает искусственный интеллект. Мы можем воспользоваться сервисом TUE. Там есть такой инструмент, как генерация тем для письменных работ. И вот там можно действительно получить достаточно интересные темы. Даже если под рукой у вас нету TUE, то воспользуйтесь просто чатом GPT, о котором мы с вами уже говорили, в его российской оболочке Chad, и попытайтесь спросить у нейросетей, какие бы они дали вот такие интересные, небанальные темы для написания дальше эссе. И вы увидите, что искусственный интеллект вам как раз сгенерирует массу интересных идей. Ну что, мои дорогие, попробуйте, пожалуйста, эти три формы работы. Я очень надеюсь, что они вам приглянутся. У меня они срабатывают очень хорошо, особенно diary activities, diary posts работают отлично. Поэтому попробуйте, пожалуйста, точно так же со своими учениками. Расскажите мне в комментариях обязательно, какими заданиями на письменную речь вы пользуетесь. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной сегодня. Я буду ждать вас завтра в это же время. Всего вам самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока.